и разжили с бабушкой в старом доме пока были детьми этот странный дом располагался в переулке и теперь он хранит все наши воспоминания иной раз ночью в доме не было слышно ни звука в такие ночи происходили вещи которые мы не могли объяснить предметы вечно оказывались не на своих местах а порой казалось будто в коридорах кто-то бродит однажды проходя мимо бабушкины комнаты я заметил сундучок я потянулся к нему но бабушка рассердилась и шлепнула меня по руке первый раз на моей памяти бабушка была так зла по ходу мы перешли во вторую главу с вами ну что ж продолжаем продолжаем изучать историю оккультные бабки и нам теперь дают наконец-то походите уже вне особняка здесь более-менее хоть светло стало то там то вообще мрак полнейший был жутковатый лес конечно ничего не скажешь ну по моему в особняке гораздо хуже давайте прогуляемся все как в детстве но много раз от детства вспоминали свое ну и как бы вещи эти творятся по ходу уже совсем совсем давно вещи там до предметы не на тех местах то еще что-то но короче все скрыто в каком-то сундуке которому она вообще никого не подпускала здесь что за местечко там чё за листик такой листик сюда пробрался куча гвоздей еще вдобавок ко всему о боже что мой о киопата замечательно чем доверяем еще чё здесь есть старый комод вот тут эта коробка меня привлекает но увы с ней никак нельзя повзаимодействовать я бы и ощупь там потрогал бы так мы оттуда пришли с особняка получается с этого из точно все муж сверху еще чуть держит и не хочу сюда потом приходить здесь лучше сразу внимательнее смотреть да здесь по моему точно ничего хорошо пойдемте что под ним этим местам тем же местам не шлятся по несколько раз сразу позаботиться что все посмотрел так что за звук тряпки какие-то развиваются майки не видно вывеска как это большая ничего себе к ощущение как будто бы до огромный супермаркет а они рядом с особняком какие-то здания маяк еще огромные ухты красота какая большой маяк но я думаю мы там тоже побываем скорее всего это что за калитка закрыта вы хотя может быть с одной стороны даже лучше что она закрыта меньше путей меньше путаницы будет куда ходить 5 в че-то уперся уже обычная картина а сюда что-то не хватает смотрите можно спуститься вниз там прям такой проход большой сейчас найдем что туда вставить какой-то ключик нужно может быть не ключ может просто чем-то взломать какую-нибудь помку может быть в машине будет так давайте сперва сюда сходим это лестница детская площадочка может быть здесь что-нибудь тоже лежит прогуляемся так здесь же можно пройти очевидно почему не меня не пускает а через такого то не уж то невидимые стены да ладно могли бы как-то более оригинально это сделать ну там скажем не кусты такие баредки и поставить сквозь которые но я точно могу пройти какую-нибудь такую же скажем фигурку горку в которую не просочишься ну да ладно пока что мне есть лопата я чё-то могу и вырыть что именно я пока не знаю но сейчас возможно найдем так здесь что за проход это тоже нельзя для нас оставили записку сложно предугадать как долго продлится эта война как долго я смогу продержаться прежде чем сломаюсь это безумие пожирает меня день за днем именно вы будете оберегать братство когда меня не станет братья мои я уверен вы защитите все что нам дорого на что же еще надеяться какой-то секте она стояла состояла в оккультной причем правильнее будет сказать такс а вот этим мы взломаем ну точно фонка я так и знал что либо ключ и либо что-нибудь такое чем можно просто рубануть гулять себе как ни в чем не бывало такая спокойненько раз прошла неплохо да кстати возможно это фонка даже не от того не от той решетки которая вниз чтобы залезть а возможно это тех ворот их может быть я сможем взломать ну-ка либо сюда а сюда все таки фонка ну ладно здесь по-прежнему закрыто да здесь ничего нету там кто-то ходит и мы сейчас я так понимаю вот этим путем через низ туда и проберемся крысы бегут с корабля крысы чувствуют опасность чувствует страх не зря они бегут именно оттуда слушайте а тут все темнее и темнее становится вы заметили давайте во тьму уйдем в полную что-то вообще мрачновато становится как-то я надеюсь там ничего не пропустил где в конце концов мой свет который у меня был я со светом ходил сейчас чисто по фонарям двигаясь вообще ничего не вижу да уж коридор чуть мрачноват совсем склеп какой-то я обнаружил подземный ход откров дверь я оказался в начале длинного тоннеля скорее всего по нему дом покидали в экстренных ситуациях на другом конце тоннеля меня встретила полуразрушенная одинокая церковь в нескольких записках указывалось что это место принадлежало братству полагаю церковь была штаб-квартирой если честно я вообще наугад двигаюсь я не знаю правильно я иду или нет мы отсюда пришли или наоборот сюда надо идти не наверное все таки сюда надо идти оттуда откуда я пришел что-то вообще темно так ну тут лампочки какие-то имеются и то ладно то радует посветлее стало наконец-то ну ладно у меня есть лопата ей можно так-то прорыть что-нибудь там проход какой-нибудь если совсем тупиковая ситуация будет что вентиль нельзя покрутить к сожалению тут вообще наверно ныне когда-то давным-давно были может быть колодцы какие-то еще что-нибудь такое тут везде вон просто канализация самая настоящая я вот так просто иду надо по сторонам смотреть вдруг где-то что-то наваждение было тьмой а басир единственной истиной его называли басир потому что это имя означает тот кто видит все в мельчайших подробностях это одно из 90 имен Аллаха самое настоящее из всех кстати у меня мой мое это окота не работает я его не могу достать я бы через него бы ходил здесь на самом деле везде где увидишь знак братства ты будешь получать гибельный для тьмы свет пусть свет ведет тебя пусть защитит не против сейму тьма питается страхом не бойся однажды истина одержит победу в войне с наваждением знак братства мы еще такие пока что не встречали заклинание украшенной вязи бесконечного кошмара вызвало эту катастрофу вызвало ну вот свет какой то непонятный вообще могила Алексис приехал в Турцию вместе с Брахимом которого считал своим настоящим другом национальное создавало Алексису определенные трудности он был греком но через какое то время местные жители полюбили его ему неплохо давалась торговля так что ей он и занимался Алексис также и не женился и детей у него не было причина его смерти неизвестна кто такой Алексис ну правда кто такой он и зачем он нам нужен почему о нем столько тут речи Алексис 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 наверное в урне ничего нет здесь ничего вырыть не надо может быть Алексиса этого поднять из мертвых такс возможно мне туда тогда что здесь здесь какой то тупик наверное мне все таки сюда надо сходить хотя с другой стороны может быть наоборот здесь особо некий мы туда зайдем тогда ладно давайте изучим этот тоннель до конца посмотрим что же здесь опять тритуалы какие то проводились по всей видимости и дерево просто дерево кстати не просто дерево тут какой то люк может быть потом он откроется через время здесь постоянно сперва что не делаешь где нибудь потом возвращаешься и там все это а то что было неактивным оно становится либо открытым либо еще как то там смещается перемещается в общем видоизменяется ага и здесь у нас будет код очередной мы его должны будем узнать конечно же сходим потом туда кстати тоже большие двери можно и сюда выбраться сейчас столько путей куда хочешь туда и иди так запутаться можно таким образом так не ну тогда ладно пойдемте наверное в первую очередь снизу все изучим все дома там развелки которые есть потом выйдем уже на улицу я думал я сейчас вообще упрусь просто в эту стенку и как бы думал это декорация и мы подняться не сможем а они тут то было давайте тогда посмотрим что здесь угу три двери защищающие землю запечатаны если их отварить бассир выберет того кто сможет вновь в закрытиях мне это ничего не дает абсолютно наверное никакой информации одни эти иероглифы их не иероглифы надписи такие сложные на их языке турецкий в основном здесь так понимаю все на нем да и вообще с турцией повязано найденных мной геограммах упоминалось запечатанные врата я уверен что эти врата не имеют отношения к дверям появившихся в моем доме подсказок об их местонахождении нигде не нашлось бассир обладает иной силой он соединяет землю и иные миры думаю именно в нем кроется причина странных событий в доме поэтому бабушкой хранила бассир под замком столько лет ага все ясно так ну на кладбище нам не надо не пускают ну и хорошо лучше туда не заходить а так это те самые врата через которые понятно та самая машина может быть здесь сейчас можем еще что-нибудь откусить чтоб назад потом вернуться пока нам туда не надо как только мы найдем кусачки или что-то чем мы сможем этот цепь раскусить значит там что-то появилось возможно там откроется тот второй проход который у нас был в который нельзя никак зайти скорее всего и потом мы туда уже тогда сходим сплошной завал видно тут все древностью пахнет прям все такое покушенное уже разваливающиеся и опять начинаются шепотки вновь призраки вновь мне одни здесь ну хотя да здесь какая-то призрак девочки еще ходит тень которую она за в доме встречала тоже зеркало по-прежнему неактивное это что такое а раз непонятно так ну мы вновь возвращаемся к особняку что ли только с обратной стороны как-то а вот он лежит здесь зеркало наше бассир сейчас мы его возьмем так вот он их 70 да 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 номер 70 особняк утром проснувшись я заметила кое-что необычное ящик в котором я пола в которой я положила бассир исчез да совершенно точно это случалось и раньше но мне казалось что у меня галлюцинации бассир все время перемещается по дому в этом должен быть какой-то смысл кто-то им пользуется бассиром этим невидимый дух ну что мы его обратно заберем пока я искал смысл этого слова я выяснил что бассир одно из имен Аллаха которое означает всевидящий с того дня как бассир попал ко мне я чувствовал беспокойство как будто не стоило вообще брать его в руки никак не могу избавиться от этого неприятного чувства заляпались малость мы ну хорошо теперь мы сможем через него все смотреть где-нибудь да что-нибудь увидим может быть даже код увидим коды через который с помощью которого мы сможем открыть там запертую дверь скорее всего так оно и будет вот картинки сейчас явно что-нибудь нам покажут тоже ага он показывает нам маяк полный убираешь его нет а так полный маяк но не более того что мне это дает пока что не ясно в этом месте я тоже вроде бы все использовал точно давайте прежде чем отсюда уйдем я еще раз тут с бассиром с этим все изучу с помощью него вот какой-то код кстати говоря а нет это просто оборванное объявление не хочу раньше времени идти чтобы потом опять сюда возвращаться это было бы сложно очень у нас есть просто номер дома 70 а не более того вдалеке тоже ничего не виднеется ну хорошо пойдемте у меня есть по-прежнему еще лопата с помощью которой я что-то должен разрыть ну что именно это для меня остается пока что загадкой надо как-то попасть наверное к маяку возможно там будет третья глава у нас и сейчас нужно разбираться именно как это сделать следы бы какие-нибудь найти по следам можно было бы пройтись понять куда они ведут у меня есть и одна запертая дверь решетка кстати убираешь да нету и так вот смотришь какие-то тела мертвые тут валяются или это не тела да это тела это как знаете в тканях заворачивают льняная или какая-то там бальзамирование самое настоящее думаю мои бабушка с дедушкой были членами братства но что это за братство я пока не выяснил я следую по пути которые открывают передо мной геограммы и окуляр порой сила басира и аура которые от него исходят пугают меня время от времени через басире я вижу вещи в которые сложно поверить туда ли я направляюсь возможно стоит остановиться во мне нет уверенности иногда я готов все бросить но желание идти вперед пересиливает я не могу сложить все в четкую картину по дороге я заметил старое греческое кладбище я подошел к самому большому надгробию и прочитал имя оно упоминалось в одной из гипограмм это был глава братства сквозь басир имя выглядело как Алексис Теофанис сквозь да у него это же дядя Алексис который мой дедушка переехал в Турцию когда действовал пряк программа там чего-то так кстати здесь циферка 2 так ну в смысле появляется с самого большого надгробия так то самого большого надгробия здесь нет они все одинаковые может быть здесь что-то появляется может быть я раньше времени ушел а да точно смотрите там циферка вот он да да так там 2 здесь 5 цифры хотя бы какие-то появляются у нас 2 5 там может тоже что-нибудь есть сверху но у меня всего цифры 2 смотрите они точно начинают светиться 2 5 3 2 5 3 здесь еще здесь ничего не видно трехзначное число возможно будет так 2 5 3 может быть здесь тоже надгробия что-нибудь дадут мне ага 2 5 3 5 опять же так ну по порядку наверное 5 первая идет первая 5 затем 5 5 3 3 5 5 3 2 5 5 3 2 пойдемте попробуем получится нет так 5 5 3 2 нет ну я по порядочку вводил вроде бы 5 5 3 2 а может быть наоборот 2 3 5 5 нет тоже никак странно это все но с этими цифрами определенно есть какой-то смысл в них 2 это точно тройка а не восьмерка? да 2 3 все верно 2 3 5 5 ну и тут 5 тоже 5 2 3 5 5 может быть в порядке в очереди их надо писать может быть именно имена играют роль а не то как они тут стоят может быть где-то это написано было в каком порядке они стоят эти ребята вот здесь список какой-то есть ага ну кстати вот 5 ага здесь за черную цифрную знаешь первая идет пятерочка точно наверно а вот он код вообще 3 5 5 2 3 5 5 2 он даже подсвечен ничего себе я бы мог сразу же это определить даже и без этих всяких разных там а кто ж мог подумать так еще раз что там посмотрел то без всяких надгробий даже 3 5 5 2 3 5 5 2 3 5 5 2 так вот другое дело пойдемте прям звук такой пронесся знаете как будто бы здесь точно призраки залетели кучей либо вылетели отвратительно хотя это звук двери мог только быть меня походу здесь уже ждут какой-то медальончик есть информации которую мне удалось собрать и следов которые мне удалось отыскать недостаточно чтобы понять происходящее я должен вернуться туда где впервые увидел басир в бабушкин дом теперь я убежден что ключ сокрыт в этом доме серьезно что ли опять туда возвращаться это же за 3 9 земель я не хочу туда идти опять по новой так ну у меня есть какие-то медальончики возможно с этими медальончиками мне надо будет что-то делать здесь точно больше ничего нету медальон или что это шестерня может быть там что-нибудь срезалось путь братья мои когда мы идем вперед по пути что нам указал басир страшное видение тьмы отбрасывает нас назад мы не знаем тому причин но не должны поддаваться отчаянию помните однажды тьму пронзит свет я не могу найти способ покорить басир и полностью понять его может быть однажды это удастся кому-то из вас братья мои не отступайте возрастите в себе священный свет чтобы найти врата нам нужна сила басира но он с самого начала не хотел помочь нам так мы никогда не сможем исполнить долг братья мои не поддавайтесь отчаянию басир укажет нам того кто будет в силах помочь давайте-ка через него тут на все посмотрим еще у меня же в конце концов есть эта лопата надо идти и короче искать и применение надо здесь где-то что-то вырыть возможно здесь где-то могила находится точно что-то тут есть ибрахим мой дорогой друг долгие годы которые мы провели вместе лишения с которыми мы столкнулись во время войны и наша взаимопомощь открыли мне истинный смысл дружбы ты был моей главной опорой во время путешествия в Турцию там был мне больше чем другом ты был моим братом я помню как обещал ничего тебя не скрывать и заставил тебя дать мне такую же клятву прости меня я не смог сдержать обещание я утаил от тебя нечто очень важное по причинам от меня независим я вынужден был хоронить эту тайну поскольку того требовали обстоятельства я верю что ты меня поймешь когда я только приехал в Стамбул один из новых знакомых пригласил меня в некую организацию именовавшую себя братством басира поначалу я не хотел увязываться но к сожалению выбора у меня не было когда я осознал что мы с тобой да и все человечество нуждаемся в братстве я дал клятву пожертвовать собой во имя славной цели их славной цели большую часть жизни я провел в попытках найти три двери со сломанными печатями и спасти человечество с прискорбием я вынужден сказать что моя миссия потерпела неудачу басир не принял ни одного из братьев включая меня знаю сейчас ты не вполне понимаешь о чем речь но я уверен что ты мне доверяешь мой дорогой брат я оставляю басир тебе чтобы ты завершил путь пройти который мне не хватило жизни если басир тебе не покориться ты должен найти способ починить его ради общего блага топорик у нас есть ага возможно этим топором мы сейчас разрубим ту самую цепь которая запирает нам кстати а муж моим дерево срубим пойдемте попробуем дерево рубануть почему бы нет может быть здесь за ним что-нибудь имеется тоже нет скорее всего да мы сейчас топором этим будем разрубать ту самую цепь которая у нас наверху может быть там что-нибудь откроется потом давайте попробуем почему бы нет мы выйдем на задний двор и получается выйдя на задний двор мы как раз попадем может быть обратно в особняк или как куда там к бабушке ну-ка рубанем нет точно топором разрубить такую цепь это конечно очень странно я думал здесь больше фонкой какой-нибудь пригодится либо ножовкой по металлу больше бы возможности было это сделать ну топором то е-мое очень странно странно но да ладно так здесь по прежнему ничего не открылось а мне так хочется туда зайти возможно там тоже хранятся какие-то ответы тайны давайте раз мы здесь походим еще может быть все таки сюда можно было пройти может через него можно теперь сюда как-то зарулить нет также не пускает не хочется туда идти не мне на самом деле хочется но никак это не сделать может быть здесь теперь есть нет что-нибудь через него надо увидеть он должен показать мне ответы ответы звуки каких-то развивающихся там тряпок баннеров наверное которые как раз на этом огромном здании может здесь что-нибудь вновь появилось вряд ли тоже так ну зачем же я разрубил пароход на задний двор что мне это дает может быть действительно в самый конец стоит сходить посмотреть но здесь по-моему когда я приходил то есть откуда я начинал здесь уже был тупик мы же здесь просто так появились то есть в этом лесу мы никак не пришли отсюда ни через какие двери то есть просто новая глава у нас тут началась в этих местах я думаю сейчас я зря это делаю но лопата по-прежнему у меня может быть здесь тоже надо что-то вырыть может быть здесь что-то имеется ага точно вот и лопата пригодилась не зря значит шоу такой же медальон что ли точно у меня их теперь два отлично два медальона так а надо три судя по фотографии точно надо три их где-то собрать хорошо у нас есть два сейчас пойдем искать третий лопату мы тоже бросили здесь почему бы с собой не взять чем она мешает ну допустим топор да мог испортиться из-за того что там цепь грубая он уже в принципе мог бы и не рабочим быть но лопата то может еще где-то пригодится носи да носи с собой я точно лично выкидывать не стал этого ну да ладно можно немножечко даже ускориться в принципе здесь нет смысла сейчас идти что-то разглядывать я здесь все на сто раз уже пересмотрел пока мы шли ничего здесь не было здесь тоже по-прежнему ничего не появилось хотя иногда какие-то объекты появляются вообще из ниоткуда я вот и не уверен был ли этот вот там в самом начале где мы сейчас выкопали этот клад так называемый было ли там это местечко таким активным ага решетка открылась ну теперь хотя бы понятно что от меня хотят и куда мне надо идти ну пойдемте изучим это местечко надо через него смотреть через него многие вещи открываются что-то по-новому можно взглянуть так это ведет на маяк что ли самолет ну ладно самолеты летают то есть это место такое знаете вроде как мистическое но с другой стороны здесь чуть-чуть цивилизации присутствует самолет очень хорошо знаете сейчас так на душе полегчало понимаю что люди какие-то там летят рядышком что все не так плохо я начал понимать какую цель преследовать братство но все же для меня до сих пор загадка как найти запечатанные двери тот факт что мой дед был связан с братством только все осложняет интересно смог ли он добраться до этих дверей нужно это выяснить вот она и котеечка та самая играет сама собой кошечка мы ее видели уже ранее так давайте сперва сюда освоим прежде чем заходить в особняк и читать там эти записки может быть здесь тоже что-нибудь есть манекены манекены обязательно должны присутствовать везде в подобных страшных местах локациях без них никак ну и тряпки которые издают ужасный звук хранители отчаяния не могут защитить свои врата им не хватает отваги и противостоять тьме с которой они не справятся печати были сломаны и братство было потрясено наша единственная цель теперь защитить басир и заново запечатать врата так а здесь то все закрыто а нет не закрыто мы должны сюда их принести все не хватает последнего чтобы открыть эту дверь хорошо значит где то он есть где то его надо искать вопрос в том где может он быть кошка ты мне очень подскажешь на тебя если даже через окуляр посмотреть ты как была милой так и остаешься такой же милая игривая кошечка так ну у меня никаких предметов новых не появилось где то надо искать странно ну скорее всего я сюда уже должен был прийти с тремя то есть значит как бы первоначально был такой наверное замысел что я самую первую выкопал бы там где появился вторую бы нашел там за запечатанной дверью ну а третью просто где то тоже в ходе путешествия вот по вот этим местам где то она должна лежать сейчас посмотрим где именно может быть я не знаю что лучше либо отсюда зайти либо пойти там давайте наверное здесь пойдем через тоннель хотя вот как раз в тоннеле я мог где нибудь и оставить ее этот предмет возможно он сейчас кстати появился только потому что здесь как все устроено да? е-мое а места то меняются вот я про что я только хотел сказать что вроде было вот все так да? так и эдак радужно а потом в какой то момент раз и тут все просто перевоплощается все становится гораздо хуже давайте сюда заглянем тоже там какое то свечение появилось по моему его не было о что за звуки как то всем помрачнело совсем прям давайте здесь прошвырнемся немножечко точно по всем комнатам чтоб я знал что с этой стороны ничего не оставлено и пойдем потом туда уже ага еще один есть у меня ну хорошо вот я как раз про это говорил его уже не было здесь я в это место заходил раза два точно наверное там точно ничего не было просто взял появился из ниоткуда ну отлично у меня есть три медальона какие то тут проткнутые люди не завидую я им я пойду вставлять медальон я не вижу смысла сейчас здесь еще ходить туда сюда я и так уже находился много раз что то все как то помутнело видать кто то не хочет чтобы мы эти медальоны вставляли прям совсем все стало печальным кто то меня может быть оберегает от этого может быть наоборот проклинает но тварь запугивает только попробуй последнее есть ну что за особняк это тот самый чемодан про который говорилось в записках старый это возможно он в нем лежат тайны сейчас мы его изучим обязательно скорее всего это он укройтесь под башней с путеводным светом смотрите как отчаянно он цепляется за жизнь не страшитесь его если будет нужно жертвуйте собой во имя великой цели свет истины защитит вас это все это секта это все он писал записи промывал мозг можно сказать не ну а что мне это дает что это за местечко такое что здесь надо делать я думал сундук тот самый про который писалось когда он полез к нему ему по рукам дали и бабушка была зла я думал это как раз вот он стоит и там в нем что-то хранится какие-то ответы но не тут то было здесь всего лишь одна записка толку от нее мало так можно сюда заглянуть тоже но не пройти а можно все таки так надо быть внимательным предельно внимательным их насильно погрузили во тьму и хаос безумие лишь одно из проявлений день за днем последователи этого учения теряли внутренний свет ну конечно это все порождение порождение тьмы враги наши и только наша вера самая истинная как всегда это все так в уши и заливают подобные вещи так ну можно здесь пройтись кстати вот она тоже наверное картинка что-нибудь даст нам нет не дает увы так можно пойти туда можно сразу же прямо прогуляться я не знаю даже что выше так некоторые из братьев умерли а кто-то потерял разум и подвергся проклятию тьмы став ее воином те немногие что сопротивлялись стали лучом надежда для остальных так эта борьба превратилась в войну истины и наваждения так ну это просто кладовка скорее всего я пришел в правильном направлении здесь возможно так просто можно заглянуть прочитать записочку которая там на стене и все и выйти наверное ну да точно давайте еще так взглянем чтоб точно ничего не пропускалось хорошо теперь нам сюда определенно ооо как слепет как же слепет око ничего в последнее время вообще не показывает плохо стало оно работать до сегодняшнего дня я не трогал вещи Альбера надеюсь ты меня простишь мой милый во внутреннем кармане пиджака который он редко носил я нашла записку на пергаменте я отправилась по адресу указанному в записке и там меня встретил человек по имени Ахмеддафи Эфенди он один из старейшин района Эйюб мы побеседовали немного но немедленно прервал меня как-то но он немедленно мне прервал меня как только я упомянула Альбера он попросил меня посетить место адрес которого вручил мне вместе с артефактом короче они беседовали только она упомянула Альбера он ее прервал и вручил ей адрес вот и все от руки написаны и почерк такой так ну здесь какое-то свечение видать там что-то есть хотя тоже не факт так он сказал в кармане пиджака возможно мне сейчас надо найти этот пиджак и там посмотреть там адрес написан может быть или что IDE с другой же стороны здесь ничего непонятно вот здесь что-то имеется вот это тоже ろhour какая-то вещица вон там чего такое ухухухухухуху ты творю мурашки по коже такой расслабон такая музыка и ты что за говнюк такой сердечко того и та упала это по-моему то самая бабка сейчас 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 все нормально вон она сидит, блин, вонючая уродина. Так, здесь надо как-то разломать, может, это что-нибудь. А, так я могу дотянуться. Кто ж мог подумать-то, а? Теперь я знаю, куда его применить. Все понятно. А я тут еще походил по особняку, оказывается. Можно просто руку протянуть, да, забрать в ней эту из глаза. Оказывается, это не моноколь, как я думал, или какое-то устройство там для видения. Это та самая фигурка маяка, которую мы видели в этом оке. И нам его, получается, просто не хватало, чтобы завершить что-то. А она все это знала, не зря же он у ней. Она, видать, это уже делала. Либо хотела сделать, но не успела. Может быть, что-то пошло не так в какой-то момент. Так, нам надо во ворота, опять к этим ужасным чучелам. навешанным здесь. Хотя, какие чучелы? Это настоящие люди. Самые натуральные. Зачем они здесь стоят только? Откуда они появились? Возможно, я уже тоже сейчас смотрю. Даже без этого ока. Точно так же, смотрите. Потому что даже эффект такой появился. Как бы, знаете, я сам становлюсь. Только, знаете, у меня третий глаз открывается. Я уже вижу всякие разные вещи, которые не видят другие. Возможно, я просто постепенно схожу с ума. Одну из двух. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если же так, можете меня поддержать, поставив палец вверх. Можете так же написать какой-нибудь комментарий и подпишитесь на канал, а так же вступайте в группу ВКонтакте, если вы еще этого не сделали. А с вами был Дэнни Марс и до новых встреч.